здравствуйте михаил да свечка привет дорогая спасибо большое за прекрасное представление как всегда вы прямо нас возвысили и так приятно сразу такой настрой на программу и действительно у нас сегодня потрясающе удивительная моя любимая самый замечательный астролог и вастоконсультант светлана наумова для меня такое удовольствие и счастье всегда проводить с ней программы потому что света действительно очень солнечная очень чистая яркая невероятная женщина и сегодня наша программа она посвящена цвету мы уже пару недель назад беседовали со светой об астрологии и цвете а сегодня мы продолжим нашу тему и поговорим о том как сочетать правильно цвета и васта васта это ведическая наука об архитектуре и пространстве свет нам сейчас подробно расскажет для тех кто не в курсе что это такое и мы поговорим о том какие же цвета нам предупредить для своего дома да и что нам подходит что не подходит поэтому тема весьма актуальная особенно здесь у нас в америке очень легко все перекрасить в одну минуту люди это делают прямо раз все покрасили и замечательно так что слушайте нас внимательно возможно ваша спальня или ваш кабинет или ваша гостиная не того цвета который для вас гармоничен а после того как вы получите наши замечательные знания вы будете подготовлены пойдете в магазин хобби покупайте краску и перекрасить свет привет здравствуйте очень рада тебя видеть спасибо михаилу за такое замечательное приветствие вот действительно вас тут очень такая интересная тема считаю что это очень женская тема потому что действительно за дом отвечает хозяйка и вот то что она сказала что можно пойти перекрасить это действительно будет иметь им хороший очень результат потому что цвет очень важен васту и используя цвет мы можем делать как бы изменение улучшение своего васту в доме вот как на нас тоже сказала что вас тут у нас велическая архитектура ей очень много лет она вместе появилась вместе с ведами и письменные какие-то уже упоминания о ней начались около пяти тысяч лет а на самом деле что веды что велические знания что знания вас то что знания джотиша не были всегда мы их записали вот где-то примерно пять тысяч лет две тысячи тысячи лет до нас доходит какие-то вещи и там действительно кладись кладись информации о том как нам устроить эту жизнь потому что веды это ведать и это знает это просто знание о том как устроен наш мир и как мы должны в нем правильно существовать то есть это наше практическое руководство существованию здесь и на земле так чтобы нам было комфортно удобно чтобы на нас силы которые нас действуют приносили нам только благие вещи если мы будем стараться следовать этим ведическим знаниям знанием вот именно архитектурные который который описывает вас то то тогда наша жизнь будет гораздо гармоничнее и некоторые вопросы просто могут сами собой решиться просто буквально изменив что-то в пространстве которое нас окружает мы можем уже повлиять на нашу жизнь правильно и подобрав и цвет нужны и как-то мебель соответствующим образом переставить уже все все складывается да то есть уже как бы как бы пространство будет гармонизировано и тем самым и божества которые управляют направлениями будут довольны и они нам будут посылать уже благие какие-то вещи они наоборот испытывать нас вот и прежде чем начать о цветах я бы хотела буквально пару слов сказать и о том как что нам сейчас потребуется какие знания может быть кто-то уже знает что такое васту и каким-то образом уже использует это своей жизни а кто-то может быть и слушать или не знаю поэтому буквально два слова то что важно для вас то важно то что у нас есть четыре основных направления север юг запад восток и четыре помогательных направления северо-восток напротив получается юго-запад северо-запад и юго-восток вот у нас всего восемь направлений и каждому из направлений соответствует своя планета а планетах мы в прошлый раз тоже разговаривали уже потому что получается что каждой планете соответствует свой цвет и вас то здесь такой же принцип то есть мы берем направление берем планету которая является управителем этого направления и смотрим какой цвет соответствует этой планете и поэтому использование этого цвета в этом секторе дома, нам будет очень благоприятно. Это если в том случае, если у нас, так скажем, васту стопроцентное хорошо. Если есть дефекты, то там я попозже расскажу, что и как использовать. То есть не всегда благоприятно, допустим, использовать красный цвет на юге. Хотя это его направление, которое где хорошо красный цвет. Но и такие вот нюансики, они есть. Я буду по ходу рассказывать это все. Да, очень важно и интересно на самом деле, потому что я вот сейчас как раз смотрю на схему, которую обычно рисуют для вас туда вот по секторам разделения и там написаны цвета по направлениям. Интересно, что, ну, как правило, цвета совпадают с теми планетарными цветами, которые мы знаем, но тем не менее есть определенные нюансы. То есть, как я понимаю, что не все так прям совсем с астрологией прям вот четко коррелируется именно в построении пространства. Да, действительно так. То есть, еще есть такой, есть, во-первых, индивидуальный подбор и под тех жителей, кто живет, но это уже совсем как бы отдельная тема. И есть еще такой момент, что есть, мы можем усилить это направление, можем улучшить это направление. Так же, как и в астрологии, да, либо мы усиляем планеты, либо мы улучшаем планеты. И в зависимости от этого мы выбираем цвета. Либо того, но если мы хотим улучшить, ну, даже не так немножко. Ну, давайте с юга начнем, да? Давайте, да, с юга. Раз мы начали про юг. Начнем с того, что вы должны понять, как ваша квартира сориентирована в первую очередь. То есть, ваш дом, ваша квартира, да, и где у вас какие стороны света. И лучше всего это, конечно же, делать на плане застройки, да, если у вас таковое имеется. Если нет, ну, хотя бы примитивно надо вычертить что-то такое на миллиметровке, на бумаге, в клеточку вспомнить черчение, которое мы все, наверное, по крайней мере, бывшие жители Советского Союза однозначно проходили в школе. Уж не знаю, как сейчас современная программа, но в наше время точно в школе мы чертили. Вот. И приложить к этой карте компас очень легко вам могут помочь Google Maps. Если вы посмотрите, где находится, как расположен ваш дом, если вы живете в квартире, да, вы сможете точно, четко сориентировать, ну, или используйте компас. Такое простое-просте упражнение. И вы сразу найдете, где юг. Я правильно все сказала? Да, все правильно. Единственное, я хочу вот по поводу компаса сказать. Сейчас компасы у нас есть в телефонах. И вот сколько раз мы пробовали использовать компас внутри квартиры, получается, ну, не очень хорошо. Неважно, какой телефон, это может быть и Apple, и может быть обычный на Android, но чаще всего компас плавает именно в телефоне, потому что очень много каких-то электромагнитных полей кругом, и он сбивается. Иногда вплоть до 180 градусов его глючит. Поэтому лучше, если вы выйдете на улицу с компасом и там уже сделаете замеры, либо вы действительно, сейчас очень хорошо, можно ориентироваться легко, это карты Google, карты Яндекс, там все достаточно четко, вы можете оттуда распечатать картинку, и у вас уже будет направление. Вверху всегда у нас север, на всех картах, внизу у нас всегда юг. И, соответственно, запад-восток по левую и по правую руку. С правой стороны будет восток, с левой у нас будет запад. И тем самым вы можете определить, куда у вас выходят окна, куда у вас, где у вас входная дверь. Если это у вас дом, то вы можете определить стороны на участке, как он расположен. То есть это вот такое действительно начальное упражнение, которое необходимо проделать, прежде чем бежать за краской. И таким образом мы с вами определили уже, где у нас юг находится. И за южное направление у нас отвечает такая планета, как Марс, и такое божество, как и Мараж. И для Марса характерный, вот мы в прошлый раз говорили, красный такой цвет алый, больше такой, как коралловый. И тут такой момент наступает, что планеты, в соответствии с джойтишем, они имеют какие-то у нас положительные, какие-то у нас отрицательные. Ну, если так вот, грубо сказать, да, не вдаваться в терминологию. И Марс, он относится к такой не очень положительной планете, хотя у него, конечно, есть замечательные качества. И тут вот возникает такой момент. Если, допустим, у вас южный сектор присутствует, то, в принципе, все в порядке, вы можете использовать вот эти вот красные цвета. Но если там есть окно, то считается уже это неблагоприятным с точки зрения Васту. И красный цвет использовать здесь не нужно. Вот. Тогда лучше использовать что-то в противовес вот этой энергии Марса. И лучше всего здесь действуют цвета Юпитера, потому что Юпитер вообще все благая планета. И поэтому можно использовать наоборот не красные, вот как вот, ну, цвет, да, не красные шторы там. Это наоборот еще больше усилит энергию Марса. И так, если есть окно, это уже не очень благоприятный фактор. То лучше сделать желтые, использовать желтый цвет, может быть, слегка оранжевый. И сделать шторы уже желтые, вот, плотные обязательно. Можно делать... Какие-то бежевые тона, да, мы в прошлый раз да, можно бежевые тона. То есть это тоже цвета Юпитера, на самом деле. То есть вы... Немножко фантазии можно проявить в этом направлении. То есть не обязательно думать, что вот мы все только шафранового цвета подбираем, ищем. Ни подо что не подходят, но будут шторы шафрановые. Конечно, конечно. То есть здесь действуем таким образом, конечно, творчество включаем, но основное направление, то есть здесь очень хорошо большой такой разбег для дизайнера. Вот, то есть желтый цвет, и как он получается, с какими... То есть добавляем чуть больше белого, получаем бежевые цвета, добавляем чуть больше темного, уходим больше в коричневый какой-то тон. Вот, поэтому здесь вот так вот используется. Если же у вас нет южного угла, то есть вы посмотрели, у вас получается квартира буквы Г, или там дом буквы Г, или еще что-то. То есть у вас нет юга южного направления, это неблагоприятно. потому что с точки зрения вас, то дом, либо квартира, они должны быть прямоугольного, либо квадрат, либо прямоугольник. Если углы какие-то вырезаны, то уже, значит, у вас не хватает каких-то сфер жизни, какие-то сферы жизни, они будут страдать, в зависимости от того, какого угла не хватает. Так вот, если... Я боюсь предположить, что уже не хватает, если южный угол вырезан. Ну, на самом деле, тоже тут нехорошо, потому что всегда захватывается, если южный угол вырезан, значит, захваток будет либо юго-запад, либо юго-восток чаще всего. То есть нет так, что прям вот совсем уж юга, ну, бывает, конечно. А юго-запад, это у нас мужская энергия, юго-восток, это у нас женская энергия, и поэтому, получается, если ближе к юго-западу, то у нас проблемы, получается, по мужской линии. Если ближе к юго-востоку, то проблемы по женской линии у человека в этой семье, ну, и у тех, кто живет в этом доме. И Марс, он тоже, он приносит, он достаточно много приносит хорошего, и если мы еще совмещаем с личным гороскопом, допустим, у вас и так там Марс там не очень хорошо расположен, если еще квартира у вас с южными, с вырезанным югом, или с открытыми очень югом, с окнами, то это говорит о том, что ваша планета в гороскопе, она еще усиливается, если она где-то неудачно расположена, то она будет приносить какие-то дополнительные проблемы. А если мы это направление юга компенсируем в доме, то это немножечко улучшит ситуацию в гороскопе, да, и там можно посмотреть сферы, за которые Марс отвечает. Ну, поэтому здесь вот такой очень серьезный микс, если не углубляться, то хочу сказать, что если южного направления, нет совсем, тогда там можно использовать красные какие-то цвета, но тоже не яркие, не агрессивные, не такие, которые вызывают агрессию, а приятные, ну, есть коралловый цвет, да, допустим, то есть благостные такие. И тогда вот там можно сделать вот эту вот стеночку, использовать вот эти вот красные какие-то моменты. Вот, но если же там окно, то опять-таки тут надо смотреть, тут уже нюансики такие. И это я почему хотела рассказать такой, потому что когда мы смотрим вот эту вот классическую схему, то там четко, на юге красный цвет, все. И поэтому, если у нас есть дефекты, и так юга, и так очень много южной энергии, очень много марсианской энергии, а мы еще туда добавили красного цвета, то есть это мы ее еще больше усилили. И я сколько не сталкивалась с вообще, я не ВАСТу специалист, конечно, но сколько я не разговаривала с специалистами по ВАСТу, мне ни один человек не сказал мне, что ты приходишь в готовый дом, и он идеален. Такого практически не бывает. Это какая-то гипотетическая ситуация, которая случается просто невероятно редко. Ну, по крайней мере, те люди, с которыми я знакома, они сказали мне, что они такого не встречали. Естественно, если этот дом не построен специально для хозяев, уже соблюдая законы ВАСТу, поэтому, в общем, тут понятно, что всегда есть над чем работать. Конечно, потому что, чтобы у тебя было жилье по ВАСТу, у человека должна быть хорошая карма. Тогда он получит хорошее жилье по ВАСТу. Если какие-то есть проблемы в гороскопе, то чаще всего в этот период он либо купит неблагоприятное жилье, либо переедет в неблагоприятное жилье. И наоборот. И только лишь, если мы делаем это осознанно, то тогда мы можем подобрать и то жилье, которое будет максимально подходящее и максимально будет приближено к ВАСТу. Потому что сейчас век Кали-Юги, и поэтому и в истории про ВАСТу-Порушу сказано о том, что же я буду кушать в Кали-Югу, когда ВАСТу-Поруша спрашивал у богов, да, я буду находиться в доме, буду защищать его, но что же я буду кушать в Кали-Югу, когда люди забудут о том, что меня надо кормить и поить, и будут строить неудобные дома, то тогда ему сказали, что ты можешь питаться энергией людей и кушать людей, по сути. Поэтому мы сейчас живем в эту эпоху, и вот это наша такая бед карба. То есть наши собственные дома, они могут нас сжирать. Есть такие примеры, я точно знаю. Да, есть такие примеры. Скажи, пожалуйста, каким помещением, скажем, ну с направлением понятно, а каким помещением красный цвет в принципе не подходит? Я знаю, что спальня, да, в первую очередь, для спальни красный цвет просто никак. Красный цвет нужно использовать там, где нужна какая-то активность. То есть, например, это может быть кухня, да, но тоже не слишком яркая, потому что и кухня все-таки лучше располагать не на юге, а на юго-востоке, потому что вот я про юг уже говорила, что там ямарач у нас, бог смерти, и поэтому там не очень это благоприятно, но если кухня совмещена так вот с югом, то лучше это все вот красный ближе сюда отнести. Вот, спальня неблагоприятно, потом, конечно, неблагоприятно в детских, неблагоприятно для обучения тоже, потому что это все вызывает огонь, вызывает радость, вызывает такую марсианскую энергию. Хорошо, если у человека Марс в благости находится, тогда он может это как-то использовать, да? В спортзале. В спортзале, да. В качалке. В качалке, да. Вот, но там тоже надо бы его подразбавить, потому что вот тут был какой-то пример. На одном из вебинаров девочка нам показывала спортзал красный в черной гамме. Ну, что-то страшное, конечно. Красный с черным, да, это уже не самое хорошее сочетание. Да, да, да. Поэтому с красным цветом вообще нужно очень аккуратно, его можно добавлять. Можно добавлять, допустим, его понемногу в офисах, потому что это вот, когда вот все серое или белое, или бежевое, надо все равно какую-то энергию радостичную добавлять для работы, тогда вот это будет хорошо. Хорошо в каких-то, может быть, ресторанах тоже это добавлять, когда вот нужно добавить чуть больше активности, то есть в зависимости от того, какого направления ресторан. Поэтому с красным нужно поаккуратнее, конечно, работать, потому что все-таки это Марс. Марс, он считается все-таки молекикой, как у нас, или... Бретоносная планета, да? Да, папа Драха, да, на санскрите называется неблагоприятная. Поэтому здесь нужно все очень аккуратненько. И если вы используете, то используйте такие более приятные тона, больше разбавленные, вот именно коралловый цвет очень красивый, и он будет вот давать такую вот теплую энергию. Вот это вот оно. Тогда будет он благоприятен. Вот. Самый, конечно... И почему так получилось, что мы начали с юга? Потому что, конечно, когда северо-восток, север или восток у нас правильный по вас, то вся квартира, она обычно выигрывает. А когда вот у нас есть проблемы, тогда вот здесь вот начинаются уже сложности. И очень много вот сейчас у нас получается, особенно в России, где мало солнца, северные какие-то районы, с этим постоянно приходится сталкиваться. Ну как же так? Почему окна должны быть на север, северо-восток, восток? Солнца нам не хватает, нам солнца мало. И очень многие стараются либо купить квартиры с южными окнами, либо построить дома с южными окнами. Это, в общем-то, негативный фактор, потому что открытые окна на юге приносят серьезные проблемы в семейную жизнь. Так получается, что женщины становятся более активны, они принимают на себя вот эту вот марсианскую энергию, они становятся больше, берут на себя обязанности мужчин. Мужчины могут больше употреблять алкоголь, к сожалению. Причем это не легкие спиртные напитки, как и на юго-востоке, да, допустим, где Венера управляет, а именно уже более такие тяжелые. Потом на этой почве могут какие-то быть ссоры, раздоры. Если еще раз я повторяю, у вас, допустим, в гороскопе есть Куджо-Доша, это такое негативное расположение Марса, которое влияет на семейную жизнь, и у вас еще южные окна, и вы неправильно используете эти вот энергии у Марса, то тогда, в общем, бывают печальные абсолютно случаи, неудачность, еще какие-то есть дефекты на юго-западе, то тогда, конечно, квартира, она срабатывает как катализатор. И вот мы жили в маленькой, ну, не мы, это как пример, люди говорят, что вот мы жили в маленькой квартире, жили дружно, все было хорошо, переехали в большую, и у нас началось. Вот это вот такие негативные факторы, которые могут быть связаны с переездом, в соответствии с первое, что приходит на ум, сразу посмотреть, насколько по вас тут квартира хорошо сориентирована. Но есть, конечно, такие ситуации, когда, наоборот, для каких-то знаков, вот мы говорили, Марс является раджи-йога-каракой, то есть самой благоприятной планетой, тогда южное направление для них, ну, более-менее, при условии, если все-таки там методы коррекции сделаны. Ну, мы давай не будем, наверное, в методы коррекции, да, потому что, если кто-то хочет, может обратиться к Светлане, получить у нее консультацию, я знаю, что многие мои знакомые по моей рекомендации к Светлане вот здесь, прямо отсюда, из Калифорнии, из Америки, обращались к Светлане, и, в общем, все можно решить, даже без визита вас до консультантов, в принципе, если добросовестно подойти к этому вопросу, то достаточно просто все через веб, так сказать, общение все провести. Вот, ну, и давай следующий Цвет или следующее направление, какое у нас там будет? Ну, давайте тогда поговорим про негативные сначала, потому что про... Говорить легко и приятно. Да, негативные, да. Ну что, северо-юго-запад тогда, да. Да, переходим к юго-западу. Юго-западным направлением у нас управляет такая планета, как Рахум, такая очень сложная энергия, которая говорит о наших амбициях, говорит о наших каких-то желаниях неуемных, которые дает сначала, потом отбирает. И вот если у нас... И это зона еще Земли, и поэтому там очень хорошо использовать цвета Земли, то есть это какой-то коричневый тон, может быть, такой болотно-коричневые цвета, то есть более такие все цвета, которые вызывают ощущение Земли. Вот можно сочетать вот этот вот коричневый темный с коричневым молочным, вот такие вот. И сама фактура, она тоже должна быть вот такая же вот. То есть есть такие обои под... под искусственный... под камень, да, или под дерево. Есть искусственный камень, тоже его можно использовать, и такие пластиночки в оформлении этих интерьеров. То есть все, что вот такое темное, все, что деревянное, каменное, вот это создает ощущение такой стабильности, это все можно использовать. То есть вот именно на юго-западе можно использовать темную мебель. Это вот, пожалуй, единственный такой вот угол, где, ну, вместе с западом, где рекомендуется темная мебель, тяжелая мебель. Это вот мы все делаем на юго-западе. Но при этом, если, допустим, у нас есть окна на юго-западе, то поступаем точно так же, как с югом. То есть мы в противовес берем энергию, так как напротив у нас северо-восток, там Юпитер, то мы берем тоже желтый гамму и начинаем высветлять эту сторону. Добавляем туда коричнево-желтые шторы, какие-то желтые предметы, оранжевые предметы. И у нас получается такая... И, конечно, вот эти вот все равно используем камень, видите, там что-то, чтобы утяжелить эту зону, если там у нас окно. И я хотела еще сказать, что в интерьере на юге и на юго-западе не используют зеркала. Это вот тоже в отличие, не знаю, как фэн-шуи, вот там много, постоянно зеркала используют. Даже если у вас нет этого угла, то не надо использовать зеркало для того, чтобы его добавить. Лучше добавьте цвет. Или лучше добавьте... Вот сейчас очень интересная такая тема пошла. Просто недавно на Венгидаре, когда у нас было обучение, мы разбирали с девочками разные варианты, как улучшить какие-либо направления. И вот вдруг такая вот идея хорошая появилась по поводу фотообоев. Потому что они сейчас очень красивые, они сейчас есть с перспективой, они есть очень такие художественные, можно очень красиво оформить вот эту вот стенку какую-то. И наоборот, либо добавить перспективу, либо ее как бы убрать, в зависимости от того, что нужно. Поэтому северо-юго-западное направление это больше такие темные коричневые тона. Черный мы, конечно, не используем. Черный вообще мы не используем дома, да? То есть стараться от черного цвета избегать. То есть именно я имею в виду... Понятно, что все равно что-то черное там проявится. Вот у меня, например, черные рамы у шкафа, какие-то ободки, но это уже там оно... Это встроенный шкаф, от которого я уже, к сожалению, вряд ли смогу избавиться. Ну, я как пример просто привожу, или там темный, черного цвета плинтусы, например, да? Ну, так получилось. Но, в принципе, как бы черный цвет, как цвет, он дома, в интерьере, желательно его избегать. Там я не знаю, сейчас, знаете, как бывает, вот сейчас такие современные дизайн для детей, например, в каком-нибудь астрологии... Не астрологически, астрономическая комната, да? Стены в черный покрасили, звезды налепили на стенке, синий-черный в спальне у ребенка. И такие тоже фотообои какие-нибудь, какой-то млечный путь туда зафигачить. Вот это вот прям... То есть этого делать вообще ни в коем случае нельзя. Не надо делать, потому что цвет и... как изображение, это очень все влияет на подсознание. То есть если мы берем черный цвет, это цвет Сатурна, цвет Шани, и не всем он подходит. И, конечно, Шани, он очень такой... несет очень сложную энергию, и чаще всего он все-таки приносит сложную ситуацию. То есть надо очень аккуратно с ним работать. Он подходит некоторым, как мы говорили в прошлый раз, некоторым людям, но далеко не всем. Поэтому абсолютно незачем усиливать его энергию в доме. И особенно когда делают в кухне там черно-белые или вот это вот хай-тек что-то. Да-да-да, вот графический такой дизайн, да, вот это белый с черным. Это, конечно, все очень надо аккуратно использовать, потому что, допустим, вот эти вот... Да, мне очень нравится идея фотообоев, ну, правильно ты говоришь, что нужно очень смотреть, особенно в детских, потому что все, что нарисовано, оно приподникает в подсознании. Вот когда там очень много сейчас современных вот этих вот мультяшных героев, спайдерменов, кто там у нас еще есть, то это... Покемонов, да. То есть это вот, понимаете, вы спите, а у вас в это время покемоны воздействуют на ваше сознание или ребенка. То есть, а потом мы удивляемся, почему ребенок плохо замкнутый, допустим, или почему он такой... Ну, в лучшем случае, он будет в такой комнате со звездами и прочим, он увлекется астрологией и астрономией и будет очень мистичным. В худшем случае, он впадет в депрессию, если особенно у него как-то неудачно расположен Сатурн там в гороскопе, и если, допустим, это юго-западное или западное направление, где и так-то, в принципе, уже за запад у нас отвечает Сатурн, и в принципе, западным направлением тоже нужно очень аккуратным быть. То есть, по вас, то считается, что окна на западе неблагоприятны, так же, как окна на юге и окна на юго-западе. Это все неблагоприятные направления для окон. И окна с запада, они приносят, ну, как и Шани, приносят задержки, приносят болезни, приносят проблемы какие-то, уныние и так далее. И Шани еще отвечает за дисциплину и за работу. То есть, конечно, в каждой графе есть какие-то положительные значения, и поэтому, может быть, люди будут просто очень много работать. Очень много работать. Будут такими трудоволиками, но это будет им очень тяжело даваться. И вот эта вот поговорка «не потопаешь, не полопаешь, кто много, без труда не вытянуть рыбку из труда и прочего», спорт потрут, они вот будут для них очень характерны. Вот, и сейчас все, пока не забыла про юг, вспомнила про юг, еще хотела сказать, что если у вас южные окна, то эту энергию надо куда-то использовать. И поэтому очень хорошо, вот, очень многие с южными окнами начинают заниматься спортом. Это вот очень правильный выброс вот этой вот марсианской энергии. То есть в этом случае это будет очень хорошо. Там йога, бег, все, что плавание, все, что улучшает качество Марса, это вот можно на йоге использовать. Вот, и вот если, возвращаясь к западу, если мы там вдруг делаем у нас и так западная стена, да, и мы еще туда добавили черного, ну, совсем. Еще если у нас окно и с темными какими-то шторами, вот совсем уж темными, то мы тем самым это все только еще усилили, не улучшили, а усилили. Вот. А чтобы улучшить вот это вот направление западное, то синий цвет, ну, что же мы относим к Сатурну, и мы его просто делаем более мягким, таким голубым, допустим, каким-то более приятным, синим, 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 и, получается, если больше красного, то это больше у нас будет к Марсу, ой, да, к Марсу. Если больше синего, то это уйдет уже больше к Сатурну. Поэтому, вот, особенно это хорошо для дизайнеров, которые хорошо знают, как цвета получаются, как они смешиваются, то есть можно прямо вот так вот раскладывать, чего у нас больше. Если мы туда добавляем еще белого, то получается сиреневый, это уже вот такой вот Луна с Сатурном, да, такая уже больше связь. Ну, даже Венера какая-то такая, мне кажется, немножко проявляется уже в сиреневом цвете, особенно если он такой с розоватостью. Да, 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 все правильно. То есть уже можно по-другому совсем использовать вот эти вот оттенки и выбирать более приятные тона, которые, действительно, в которых более приятно жить, так скажем. Мне кажется, в черном жить неприятно. в цвете. Ну, да, я бы тоже, я не хочу никого обидеть, но если бы я увидела черное помещение, я бы подумала, что у человека с психикой в первую очередь, все ли с ним в порядке, может, ему помощь нужна уже. Да, а еще вот такие вот модные вот эти дизайны, черные с белым, то это уже получается, что действительно можно уже подумать, что у человека какие-то могут быть проблемы, либо у него все черное, либо это все белое. То есть здесь очень так все погранично, я бы сказала, неоднозначно. И остальные направления у нас остаются... Дожди, еще юго-запад мы с тобой не разобрали. Это такое направление, оно с одной стороны, ну, как бы оно спорное такое, да, оно и благоприятное, и неблагоприятное. Нет. Хорошее направление, да? Нет, юго-запад... Ой, пардон, юго-восток. Я прошу прощения. Юго-восток, да, потому что это венерианское направление, да, Венера с одной стороны планета, которая за женскую энергию отвечает, но тем не менее это тоже планета в Малефик, да? Она... Она относится к... Ну, такая двойственная, короче, не простая. Она к нейчикам относится, но там есть такой момент у Венеры, что она иногда дает... Так как вот, если брать прям физическую астрологию, то есть Венера еще называется шукорчалье, и у него вот есть такой аспект, как аскезы, и через это он очень много получил шукора, очень много получил силы и всего. С другой стороны, мы привыкли воспринимать Венеру как вот такую вот даму, которая любит роскошь, которая любит такую вот красоту, блеск и так далее. И тут вот начинаются вот эти вот противоречия, которые и плюс, и минус. То есть, с одной стороны, это творчество, это такая вот очень благоприятная женская энергия, а с другой стороны, это может Юго-Восток давать, допустим, когда люди будут стремиться к излишествам, то есть, в чём-то, в еде, допустим, в удовольствиях, каких-то, может быть, лень появится, может быть, вот я говорила, лёгкие спиртные напитки, то есть, всё то, что будет расслаблять и давать такую вот лёгкую расслабленность, которая постепенно может превратиться в нелёгкую расслабленность. Особенно, если там у нас мужское какое-то помещение, нехорошо там спальню для мальчиков в этом располагать. А наоборот, для девочек там очень благоприятно. И цвета Венеры у нас розовые, и все вот такие вот белые, которые слегка блестят, нематовые, и все вот разбавленные такие вот очень сильно разбавленные цвета. То есть, это может быть бледно-зелёный, это может быть очень бледно-жёлтый. Пастельная какая-то гамма такая, да, нежная. Вот такие вот очень красивые цвета, слегка малиновые, потом вот фуксии такие вот цвета, это всё вот очень хорошо для юго-восточного сектора. То есть, он должен вызывать такое вот лёгкое, приятное ощущение цветущего сада. И на юго-востоке очень хорошо располагать кухню, потому что там тоже вот огонь отвечает стихия, но при этом огонь, он не такой сильный, то есть, огонь же он разный, да, то есть, он может сжигать, он может давать огонь пищеварения, он может греть. И вот на юго-востоке огонь именно такой вот тот, тот, который даёт нам огонь пищеварения правильный и даёт вот этот вкус еды, потому что огонь совмещается с Венерой, которая любит всё такое вкусненькое. Поэтому вот кухню хорошо на юго-востоке именно. Тогда еда будет очень вкусная, но там возникает такая проблема, что раз всё вкусно, то всё съедает. И очень так это люди... Какие помещения можно красить в цвета Венера? Для Венеры, конечно, вот очень хорошо все помещения, где... для девочек. Для девочек, комнаты девочки. Ну, не в розовой барби совсем, чтобы не получалось, что у нас совсем такая энергия. Я хочу добавить сразу такую ремарку. Вот эти все неоновые оттенки, такие слишком яркие, присыщенные цвета, это на самом деле вы добавляете энергию раху сразу себе, поэтому такие цвета лучше не использовать. И вот эти вот сейчас очень модные всякие, какие-то эмо, опять это розовый с чёрным, тоже ужасные-ужасные. Ужасные-ужасные, да. Да, и какие-то такие вот... Ну, потому что это среди молодёжи очень популярно, особенно среди подростков. Вот я вижу, как бы, поскольку у меня есть подростки ещё в семье, и я вижу, как реагирует рынок, да, и вот что нам предлагают, что нам навязывают. И поэтому, естественно, вот это вот чёрно-розовый или вот эти розовые такие ядрённые, ядовитые цвета, они совершенно ни к чему для детей. Да, потому что они очень так начинают перемешивать энергии двух планет или ещё что-то, то есть и вот эти вот надписи, и все вот картинки, это тоже всё очень влияет, это всё не просто так, поэтому очень надо аккуратно выбирать одежду в плане, и, конечно, для женщин самый благоприятный рисунок это цветочный. Цветочный какой-то орнамент, такой мягкий, струящийся, потому что все полосочки, все квадратики и всё такое прочее, они очень сильно режут женскую энергию, и лучше всего, конечно, платье, потому что тогда вот нет вот этой вот поперечины, когда юбка и что-то там, да, юбка-блузка, там брюки-блузка, тогда всё равно немножко энергия как бы сбивается, а когда вот просто у тебя платье, и оно с цветочным рисунком каким-то благоприятным, то тогда эта энергия лучше женская существует, поэтому не зря вот эти все индийские сари когда-то там закручивают вот многократно эту энергию, и красивые очень оттенки, и она может стоять, простите, на помойке, но быть красивой, но в красивом саре, в ярком, вот, поэтому у нас наоборот, вот, конечно, смотреть на город в России, ну, в российских городах не очень приятно, потому что все в основном серо-черная гамма, синяя, серо-черная, очень мало светлых, очень мало желтых, ну, такая вот у нас страна России, не солнечная, и поэтому дома тоже старайтесь избегать вот этой вот серо-черной гаммы, потому что, как мы уже говорили, это шани, и в тех помещениях, которые, вот, в спальне можно розовые оттенки сделать, то есть это будет придавать такой венерианский немножко отношениям, можно очень хорошо для кухни розовые сочетания с каким-нибудь бежевым, с оранжевым, потому что это будет такой вот благоприятный фон для еды, в спальне, ну, для девочки комнаты, да, говорила, то есть тоже вот очень благоприятно, можно для гостиных тоже немножко розовый цвет, но он такой не розовый, а ближе к бежевому, чтобы был, потому что, когда совсем розовый, ну, это как-то не очень, все-таки тоже надо с ним аккуратно входиться, чтобы совсем не впасть в венерианство, чтобы все-таки у нас... Да, потому что это, да, это такая энергия очень сложная, как только мы ее перекачиваем, она уже нам неблагоприятно может вернуться, но тем не менее у нас женская передача, но для девушек, завтра пятница, день Венеры, девочки все в платье, все с цветочками, украшаем себя, много-много украшений, и поставьте какую-нибудь красоту в венерианский угол вашего дома и что-нибудь добавьте, какую-нибудь деталь интерьера для того, чтобы тоже улучшить эту энергию. Может быть, свечку можно поставить, да? Можно, да, можно поставить свечу такого не красного, именно вот какого-то розового, там очень хорошо будут тоже свечи, потом такие белые, белые, вот все, что приятного такого вот девочкового, женского, стиля, можно туда. Там, так как Шукра любит все блестяще, отвечает вообще за комфорт, то там можно какие-то очень красивые вещи располагать. То есть, все, что вот, еще, когда мы там есть такая про гардеробы, где располагать шкаф, если мы его располагаем в юго-восточном секторе, то там у нас больше получается, что как-то так получается, что он платье не заканчивается, да, платье не заканчивается, и они очень шикарные люди, тогда девочки покупают в основном шикарные платья. Ну, представляете, мы располагаем гардероб на севере, то есть, и так-то уныло все. Ну, хотя, конечно, так как шкаф тяжелый, его лучше на северную сторону, но может быть, это будет юго-восточный угол и северная сторона юго-восточного угла. как-то так. То есть, это тоже, оказывается, имеет влияние, где у нас гардеробная, и в зависимости от того, какая энергия, то человек будет подспорно как-то покупать, вот, именно себя ощущать и покупать именно такую одежду. То есть, если мы, допустим, возьмем направление севера, переходим к благоприятному уже, да, таким, севера, и за север отвечает у нас Меркурий, и он же такой подросток вечный, да, юноша, то тогда, если там у нас гардероб, то, может быть, будут больше покупать одежду, связанную с такой молодежной или унисекс, или там еще что-то такое, потому что Меркурий, он бесполый, и это будет такая больше активная такая фаза. А если, допустим, мы берем северо-западное направление, где у нас воздух все быстро меняется, то там может просто очень много быть постоянно. Какая-то одежда, которая тоже будет быстро меняться. А на Юго-Востоке, вот кроме того, что она может быть шикарная, просто может быть много, то есть может быть у человека развито такое вот фетишизм, да, то есть когда человек будет очень много покупать одежды, к ней нужно, и там, не знаю, что 50 пар обуви. Шопоголик. Это здесь в Америке очень распространено, здесь такие есть сети магазинов, где можно сдать свою одежду, которая, ну, в хорошем состоянии, да, и очень часто встречается одежда, которая вообще новая, с ярлыками. Здесь я знаю, что это очень популярное такое развлечение в кавычках, да, то есть люди покупают, вообще потом не помнят, что у них есть, а потом они, то есть несколько лет провисит в гардеробе, и потом они это сдают в магазин. Видимо, у них там шкафы на юго-востоке. Да, да, видимо, на юго-востоке, именно потому что это вот Венера может дать такое вот желание постоянно с чего-то, чего-то, и от одного к другому вот это такое направление. Но его можно очень хорошо использовать, то есть если там, допустим, женский кабинет, то, или девочки, комната, то это дает творчество. Поэтому очень хорошую творческую реализацию. Да, хорошую творческую реализацию. Единственное, там надо ее структурировать, потому что, чтобы совсем не впасть то в одно, то в другое. Ой, идеи много, сделать ничего не могу. Как-то то одно, то другое, то лучше его как-то структурировать. Ну, давай к цветам вернемся. То есть мы в северное направление, это Меркурий, в Меркурии зеленые оттенки. Надо ли красить что-то на севере в зеленый? Вот, кстати, интересный вопрос. Надо, на севере можно красить. Да, то есть если у нас направление неблагоприятное, то там, когда у нас есть дефекты, мы не используем вот эти вот цвета. То есть в зависимости от того, какой дефект. А благоприятное направление мы можем спокойно усиливать, улучшать и в любым способом, каким возможно. То есть север у нас отвечает Меркурий, божество у нас Кубера, то есть это у нас Меркурий из-за знания, обучения, коммуникации, торговли, бизнес. А Кубера у нас это небесный казначей, то есть это в первую очередь от драгоценностей, богатства и деньги. Поэтому мы спокойно в зеленом, на севере все в зеленый цвет красим. Ну, естественно, тоже оттенки разные, выбираем приятные, не надо зеленый с черным смешивать. То есть от того, что зеленее, больше денег не будет. То есть должен быть хороший. А не случайно американские деньги зеленого цвета. То есть это есть как глубокий сакральный смысл. Да, 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 да. Это реально так. Это реально так. Вот. Можно повесить зеленые шторы, если там у вас окно. Это вообще очень благоприятно. Поэтому вот и на севере хорошо располагать кабинеты, какие-то, может быть, и комнаты для обучения, детские комнаты для мальчиков уже хорошо тоже комнату. Ну, в принципе, для девочки тоже. То есть такие вот какие-то вещи, где нужно знания, обучение, финансы. Вот это вот все у нас можно на севере располагать. Бухгалтерию там тоже можно расположить. Ну, если мы говорим об офисах. Да, об офисах. И если у вас, допустим, нет окна на севере, то вот здесь очень хорошо действительно использовать этот зеленый цвет. Мы его добавляем. Можно зеркало сделать. Можно сделать вот эти фотообои с каким-нибудь зеленым, но не лес, а именно там трава, там что-то такое вот, то есть не тяжелое. Если лес, то лучше на юго-западе. А здесь именно что-то должно быть, лук там, ну, что-то такие вот какие-то вещи, либо картину, либо просто можно так там этот цвет мы разбирали. А так как это у нас энергия воды, там мы можем сделать какую-нибудь картину с водой, тоже будет хорошо. Скажи, пожалуйста, еще зеленый цвет для каких помещений в квартире подходят. Я знаю, что для светло-зеленой нам нужно спальню покрасить, например, да, вполне. Гостинную, наверное, можно, да, тоже в зеленый цвет будет неплохо. Спальня тоже очень такой спорный вопрос по поводу зеленого, потому что вот если мы берем меркурий, который бесполый, давай поговорим. Ну да, действительно. Что мы будем делать? Ближе к венерианскому, такой пастельно-зеленый, да, с сочетанием зеленого. Какой-нибудь цветочный, такой нежный будет. Если розового с зеленым добавить, то будет хорошо. Будет хорошо. А если вот совсем прям зеленый-зеленый, то это вот давай поговорим, дорогой. Не, не будем, да, точно совершенно. Но тем не менее зеленый цвет, он, наверное, подходит для гостиных, да, вполне, потому что это все-таки сфера коммуникации, сфера общения, да, мы здесь гостей принимаем, мы здесь какие-то, ну, там, общаемся с семьей даже, да, и это благоприятно будет для всех. Успокаивает еще, то есть зеленый цвет, он достаточно такой успокаивающий, потому что будха, будха, Меркурий отвечает за разом, поэтому можно вот действительно, где-то, допустим, если очень активные у нас идет, живут мальчики, да, то можно, допустим, спальню покрасить зеленой, они будут поспокойнее. Очень хорошо для обучения тоже зеленый цвет использовать, для кабинетов, там, в офисах вот можно такое сочетание использовать. Для финансистов полезный цвет. Для финансистов, для тех, кому надо думать много, вот именно анализировать вот именно в таком плане, то это будет хорошо, зеленый цвет. Давай, давай перейдем с северо-восточному углу, и в котором сосредоточены две планеты, да, потому что вот у Кету своего угла как бы нету, а он с Юпитером его делят так относительно, и какой там цвет, и куда нам, в общем, от этих цветов, ну, мы уже поговорили, что если мы хотим гармонизировать юг, то мы юпитерианские цвета добавляем, но тем не менее, что у нас на северо-востоке. Ну, с северо-востоком, это уже много раз везде сказано, что это самое благоприятное направление у нас, что это у нас Юпитер, и поэтому все цвета Юпитера мы можем там использовать. То есть это у нас такой желтый, шафрановый, оранжевый, вот эти вот все цвета мы можем как раз на Юго-Востоке будут благоприятны. И шторы, и обои, то есть все, что с этим связано, очень хорошо. Также мы можем там использовать, так как стихия воды в чистом виде, то все, что у нас связано с водой, ну, кроме аквариумов, кроме вас цветами, то есть вода должна быть чистой. Это могут быть фонтанчики, это могут быть аромалампы, что там, ну, такие, которые вот, распыляют, распыляют воду. Вот эти вот могут быть предметы какие-то. Вот там вот как раз таки, если у вас, допустим, не хватает северо-восточного угла, окна нету, вот там как раз таки хорошо использовать фотообои там с океаном, но без гор, чтобы вода была чистая, прозрачная, там озеро какое-нибудь, либо река, не водопады, то есть, чтобы не было возвышенности, да, ровная. Все горы на запад. Все горы на запад, да, но без воды. Горы на запад без воды. Так, цвета у нас с северо-востока, это епиджи, епиджианские цвета, да, а кету каким-то образом влияет? Кету, это так же, как и раху, его бы лучше бы не усиливать, поэтому крайне вообще редко, когда что-то мы делаем для кету, это очень-очень редко в вас то говорится, понятно, что он всегда напротив раху, поэтому он попадает в этот же сектор, но так как вот для кету характерно очень много разных цветов, вот такое разноцветие, и тоже вот такие какие-то дымчатые тона, то лучше бы его не использовать, потому что если мы переходим в кету прям вот совсем, то это может быть, знаешь, такой бирюзово-серый цвет, такой вот, и он будет сильно уходить и вводить такую духовность, что ли, ну, духовность немножко такая, духовность мистическая, то есть если Юпитер вводит в духовность благостную, то кету может вводить в духовность мистику. Ну, я как человек с кетом в первом доме знаю, понимаю, о чем ты говоришь очень хорошо, да, друзья, вы обязательно должны знать еще, что у вас где расположено, потому что это тоже очень важно, вы должны понимать, какой угол в вашей квартире, какое направление вам нужно усиливать, и какого цвета вам добавить, для того, чтобы сыграли ваши персональные планеты, да, и ваша энергия, вашего гороскопа, она приносила вам благо. И у нас остается не очень много времени, и мы еще с тобой, и северо-западный, наверное, угол, не уделили ему внимания, достаточно лунные направления, да, такое тоже, вот для меня оно на самом деле очень сложно, я все время мучаюсь с этим направлением, хотя вроде оно благоприятное для женщины, да, но все равно, вот оно у меня лично всегда много вопросов возникает, возникает, поэтому, и еще я хотела добавить, в цвета Юпитера какие места в квартире хорошо красить? Юпитер хорошо, вот как вот я говорила, если есть дефекты, то мы красим юг, юго-запад смело. Нет, я имею в виду вот в целом, если мы скажем, мы хотим покрасить целое помещение, то это тоже, наверное, гостиная, да, будет хорошо. Да, гостиная будет хорошо, потом комната для медитации будет хорошо, то есть считается на северо-востоке благоприятно, потом, если у вас детские комнаты, можно тоже использовать этот цвет. Если это спальня, то лучше, конечно, такой очень бледный, то есть не яркий, а более бледный, а то там можно уйти в философию. Для кухни подходит такой, вот оранжевый-желтоватый такие цвета, да? Тоже подходит, особенно если кухня находится на юго-западе, опять же таки, да, или на чистом юге, то лучше использовать для кухни вот оранжевые цвета, потому что они будут давать противовес, и как-то гармонизировать ум, потому что все-таки на юго-западе раку, и когда там не очень благоприятно, если мы там еще готовим, то, конечно, ум наш страдает, хочется то алкоголя, то мяса, то еще чего-нибудь. А вот эти вот цветы Юпитера, он будет как бы настраивать наш ум на более благоприятный направление, ну, как бы том, то есть наш ум будет более сатвичен, вот так скажем, более благословен. Вот, если мы берем юго-западное направление, действительно, с одной стороны там луна, казалось бы, вот самое такое направление для женщин... Северо-Восток, подожди. Ой, Северо-Запад, прости. Северо-Запад, да, Северо-Запад. Казалось бы, самое благоприятное направление, действительно, для женщин лунное, но проблема в том, что чаще всего у нас луна плохо сгармонизирована, и поэтому это вызывает беспокойство. И когда еще есть у нас открытые окна на Северо-Западе, серьезные, ну, большие, если в гороскопе луна не очень хорошо, то вот это вот ментальное беспокойство, дребезжание внутреннее, да, внутренняя какая-то психическая неуравновешенность, она может усиливаться. И цвета для этого помещения лучше всего цвета луны, то есть это что-то перламутровое, может быть, немножко серое, такое не слишком серое, да, то есть серое все-таки у нас больше уходит в шаги, в Сатурну. Жемчужное такое, да, жемчужное серое, вот есть такое сочетание, да. Да, все возможно. И там хорошо еще использовать такие вот все цвета, все предметы, которые у нас серебристые, цвета, все предметы, которые у нас, вот нержавейка, мельхиор, что-то вот такие вот детали мы можем спокойно там использовать. Это тоже хорошо для этого угла. И если он слишком все-таки там открыты окна, то нужно посмотреть, во-первых, это с какой стороны, если с запада один вариант, с севера другой вариант. И там тоже иногда стоит сделать жалюзи. Жалюзи белые, чтобы вот этот вот не слишком был ум возбужден вот этой вот энергией. Вот. Все-таки можно. А окна на севере, северо-востоке и на востоке можно спокойно всегда держать открытыми, легкие шторы. Под цвет, если вы делаете цвет того направления, про которое мы говорили, то это будет просто усиливать и улучшать, и вся энергия будет к вам в дом хорошая заходить. А окна на юго-западе и западе юги мы держим закрытыми. Все-таки если у вас они есть, то используем шторы, либо жалюзи тех цветов, которые мы уже проговаривали, чтобы энергия не выскакивала. И очень важно, я добавлю, вот я еще знаю такую рекомендацию, я у тебя прочитала, это в твоих заметках, которые ты публикаешь в социальных сетях, что если окна на юг, юго-запад выходят, то ни в коем случае нельзя эти окна оставлять открытыми с наступлением темноты. То есть их нужно сразу либо зашторивать, либо закрывать жалюзиями, чтобы они были плотно-плотно закрыты. Да, и их вообще можно закрывать, вот эти окна их можно закрывать даже после 12 часов дня. Потому что солнце как раз, оно уже уходит в зону, то есть сначала самое благостное у нас на северо-востоке, потом восток, потом юго-восток, потом она уже уходит на юг, и она становится очень жарким, да, вот в зените когда. И с этого момента можно просто закрывать плотно жалюзи, не открывать до самого вечера, особенно сумерки не рекомендуют, потому что такое очень время сложное. И на ночь в том числе. И у нас еще осталось восточное направление. Ну, солнышко, да, все понятно достаточно, да. Да, все понятно, и поэтому окна на востоке очень благоприятные, то есть держите их открытыми, так же, как и все остальные, все солнечные цвета, это может быть рубиновые оттенки, но, конечно, лучше всего желтые и золотистые. Это вот самое благоприятное для этого направления. И если там хорошо располагать гостин, ее тоже, если мы делаем желтые тона, то это будет хорошо. А в качестве компенсации, вот можно, допустим, если у вас западные окна и западные квартиры вообще, обычно они такие, не слишком свежие, это вот можно туда добавить желтых оттенков, и тогда будет казаться, что в квартире постоянно присутствует Солнце. И тем самым вот добавляет какие-то цвета, мы добавляем энергию планет, и, конечно, нужно стараться добавлять и благоприятных планет, таких как Юпитер, таких как Солнце, Венера тоже в разумных пределах, Луна, это все нам дает хороший васту. И Меркурий тоже принимает участие, потому что все-таки нам нужны материальные какие-то блага. Да, мы в материальном мире живем, и нам нельзя ни в коем случае от него отказываться. Это очень важный вопрос, потому что пока мы не начали какие-то серьезные аскезы в жизни, то материальный мир на нас очень сильно влияет, поэтому Меркурий нужно всегда с ним гармонизировать, его, особенно сейчас, когда ретро-Меркурий, тут вот я сейчас прям целую коллекцию историй с ретро-Меркурием собрала, просто достойной публикации. Свет, вы знаете, мы еще про одно помещение в доме не поговорили, на самом деле одно из важнейших, на мой взгляд, помещений, это ванная комната, да, какие цвета благоприятны для ванны. Тут как раз тоже вот можно ли, допустим, черно-белую плитку использовать в ванной? Ну, черно-белую нежелательно. Это тоже, опять же, модная такая, да, ну, какой-то такой график. У нас получается Шани, Сатурн и Луна. То есть сразу представляете, какие планеты между собой в этом помещении проявлены. И нужно, конечно, смотреть, дружат планеты между собой, не дружат, ну, это совсем уж такая астрологическая тема, но, в принципе, черно-белый вариант, он, в принципе, не очень благоприятен, ни для чего, потому что либо да, либо нет, это как-то вот не очень. Может, всем начинают это страдать. Ну, то есть только если у вас есть специфические показатели в вашей личной карте. Такие вещи, конечно, могут случаться, безусловно, от этого нельзя отказываться, но, тем не менее, и для общих рекомендаций для всех лучше этого все-таки избирать. И что для ванны белый, да, как бы стандартный такой, ветерянские какие-то цвета? Там тоже зависит от того, где находится ванная комната. То есть если она находится у нас в северо-западном, то мы берем белые цвета, добавляем немножко голубых, серых, синих, потому что там немножко захватываем сторону запада. Если западная часть попала в ванну, то мы можем использовать голубые, стальные оттенки, что-то вот такое. Если, конечно, юго-запад, где очень неблагоприятно, ну что делать, мы просто добавляем темных коричневых цветов, чтобы это была зона земли. Юг, там у нас вода, огонь, лучше тоже цвета земли, потому что если мы туда добавим красного, то не совсем хорошо. То есть лучше желтый, либо землю добавить такой вот. Юго-восток тоже очень неблагоприятная ванна, потому что опять-таки конфликт, и чаще всего это на женскую сферу влияет. Если на юго-западе там мужская, то тут женская у нас в болезни, то тут тоже мы берем, вот там вот можно именно белую и чуть-чуть розовую, потому что тогда луна, она как по диагонали находится, она будет продавливать, улучшать эту зону. Очень благоприятна ванна на востоке, если она без туалета. И там вот можно вот все золотистые зеркала, такую вот шикарную, прям красивую, с окном еще ванну, это было бы вообще, конечно, чудо такое. Но без туалета, еще раз, да? Вообще-то состояние благосостояния, когда у нас санузел изолированный, на самом деле это очень благоприятная вещь. И вот такая мода в свое время, я помню, в начале 90-х в России было, вот мы объединяем санузел, это как раз очень плохая тема. И если есть возможность разделять отдельно ванну, отдельно на туалет, то это как раз более правильное решение. Да, это более правильное решение. И вот поэтому ванна, то есть получается, да, мы всегда используем что-то такое с водой связанное, но тоже опять-таки светлые тона, но опять-таки смотрим, где она находится. И потому что ванна, так же, как и кухня, и спальня, она может попадать в неблагоприятные направления, и поэтому тут очень важно, что у нас, где находится. И еще последний вопрос такой, пока у нас есть пару минут буквально, просят центр, там, где находится брахмастан, там всегда светлые оттенки. То есть все светлое, он должен быть свободным, светлым, белым, бежевым, то есть чтобы было много эфира. И не рекомендовано вешать люстру прямо в центре, потому что это тяжелый предмет, и люстра должна быть смещена куда-то в сторону. Как у нас обычно по центру люстру повесили 4 метра, если есть возможность, то это неблагоприятно, считаю. Дорогие друзья, хочу поблагодарить еще раз Светлану Науму, мою сегодняшнюю гостью. Я надеюсь, что она к нас еще будет просовещать по своим замечательным наукам, которыми она занимается, астрологией Васту. Всегда удивительно интересные программы со Светланой получаются. И если вы хотите получить консультацию, обращайтесь к Светлане непосредственно, потому что она поможет вам гармонизировать ваш дом соответствующим образом, чтобы ваша жизнь улучшилась во всех отношениях. Светлана, спасибо тебе огромное, мои огромные благодарности, и как всегда получила невероятное удовольствие от общения с тобой. Спасибо большое. С вами была женская гостиная на волнах радио Сангейтс. Мы вещаем 24 часа в сутки ежедневно. Слушайте нас через интернет на нашем веб-сайте sungates.com и до встречи в следующий четверг. По четвергам мы выходим в эфир в 11 часов по времени Чикаго, 19.00 по времени Москвы и 9.00 по времени Сан-Франциско. Спасибо, дорогие друзья, и до новых встреч. Счастливо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok